Доброе утро, уважаемые коллеги! Очередная пленарная неделя в стенах Государственной Думы. Работать будет на пленарном свидании Госдумы два дня. Сегодня и завтра в среду. Ну и, как всегда, повестка дня очень насыщенная. На что бы я хотел обратить ваше внимание. Сегодня в первом чтении мы будем рассматривать законодательную инициативу депутатов всех фракций. Сегодня речь идет о внесении изменений в отдельные законодательные акты, касающиеся дополнительных мер по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. Но, уважаемые журналисты, этот закон называете «закон об иноагентах». И действительно, есть один нюанс, лакуна законодательная, щель, если хотите. Вот в эту щель некоторые, которые почему-то боятся, чтобы их назвали своими именами, иноагентами, вот в эту законодательную щель они сейчас и прячутся. О чем идет речь? Мы приняли в свое время законопроект, который обязывает зарегистрированные общественные организации, которые получают финансирование из-за рубежа. Соответственно, они называются иноагентами, и они обязаны везде фиксировать, что у них есть такое название. Но есть организации, которые не проходят регистрацию, и в то же время мы знаем, что они получают финансирование из-за рубежа, работают на территории нашей страны, в том числе через средства массовой информации. И вот новый законопроект говорит о заявительном порядке, который обязывает такие организации общественные и иные, раз в квартал обязательно отчитываться о том, откуда они получают деньги, на что они эти деньги тратят, чтобы они были также зафиксированы и тоже имели статус иноагента. То же самое касается и физических лиц, которые получают деньги из-за рубежа для проведения любой деятельности на территории нашей страны, в том числе по изучению научных изысканий, в том числе в военной сфере. Некоторые это делают из-за открытых источников официально, но за это получают почему-то деньги из-за рубежа. Пускай у них будет открытое забрало, и мы будем знать, что они являются иноагентами. Фракция «Справедливая Россия» безусловно поддерживает данный законопроект. Следующий законопроект, который внесен правительством и также будет рассматриваться первым чтением, о внесении и изменении закон о полиции. Вот здесь уже ситуация сложнее. С одной стороны, вносятся абсолютно здравые и выверенные жизнью, к сожалению, не только жизнью, но иногда и смертью, гибелью сотрудников правоохранительных органов правила, которые, безусловно, должны быть поддержаны. Ну, например, сегодня по закону сотрудник полиции видит правонарушение, преступление, на его глазах убивая человека. Что должен делать по закону сотрудник полиции? Подойти к человеку, который нарушает закон, который, например, хочет убить другого человека, представиться и сказать, «Здравия желаю, я младший лейтенант Петров из такого-то отделения милиции». Ну, понятно, за это время, так сказать, тот спокойно убьет или сделает то или иное правонарушение. И с точки зрения сначала прекратить правонарушение, ликвидировать опасность жизни и здоровью любому человеку, а потом представиться, я думаю, что это нормально, не вызывает никаких вопросов. А вот уже вопрос применения огнестрельного оружия, новые правила, вот сегодня на нашей фракции у многих коллег вызывает вопросы. Вот совсем буквально вчера в новостях показывали, как сотрудник правоохранительных органов в своих там целях, будучи на службе, и применял оружие, и угрожал оружием. Здесь у нас есть вопросы. Следующий аспект по проникновению в автомобиле. Считаем, что нужно давать такое решение, но хотя бы исходя из здравого смысла, и когда обнаруживается, например, ребенок в машине закрытый, а вскрыть машину нельзя, а ребенок там будет погибать. Другие ситуации, когда совершаются преступления в машине, более того, известно, когда удирают от полиции, потом блокируют двери, и полицейский, даже он правонарушитель, он нарушил либо правила дорожного движения, либо еще совершил какое-то преступление, а он не может вскрыть эту машину. Здесь мы считаем, что нормы нормальные. Но четвертая ситуация, которая тоже вызывает вопросы, та же самая необходимость у сотрудников полиции при проникновении в жилище. А где же наш дом, моя крепость? Да, вот здесь у нас вызывают вопросы. Поэтому сегодня на фракции принято решение о свободном голосовании по данному законопроекту. Ну и сегодня во втором чтении рассматривается закон о федеральной территории «Сириус». Очень интересный, важный закон. Лично я поддерживаю и буду голосовать «за». Но вот некоторые мои коллеги по фракции «Свободная Россия» высказывают опасения, а вдруг очередная черная дыра, куда будут проваливаться бюджетные деньги. Ну я думаю, что эти опасения излишни, хотя они имеют права на жизнь. Поэтому тоже принято решение о свободном голосовании, но лично моя позиция, гражданская позиция поддержать этот законопроект. Но не могу не сказать о двух законопроектах нашей фракции, которые сегодня должны рассматриваться. И, к сожалению, профильными комитетами и фракцией большинства они предлагаются к отклонению. Первое касается повышения зарплаты для наших медиков. Мы хотим, чтобы была норма, что специалисты, медики, врачи со средним специальным образованием всегда бы получали зарплату не ниже, чем средняя зарплата по тому региону, в котором они работают. А для тех же врачей, имеющих высшее образование, чтобы их зарплата была на 200% больше, чем средняя зарплата в этом регионе. Считаем абсолютно справедливым и нужным. И у нас вызывает недоумение, почему профильный комитет не хочет поддержать нашу инициативу. Ну и многострадальная инициатива очередная, и мы не успокоимся, сегодня ее отклоняем, а мы снова будем вносить. Это, конечно, вопрос о индексации пенсии для работающих пенсионеров. Мы готовим обращение в Конституционный суд. Мы планируем подготовить специальный депутатский парламентский запрос от Госдумы в адрес вице-премьера Голиковой Татьяны Алексеевны по этому вопросу. Ну а сегодня вносим законопроект, который делает обязательную индексацию работающим пенсионерам. И более того, мы этим законопроектом предлагаем заплатить за 6 лет неиндексации все, что должны были получить наши работающие пенсионеры. Но, к сожалению, как я сказал, эти законопроекты идут на отклонение. И сегодня фракция «Справедливая Россия» вносит один очень важный законопроект, который касается выделения земельных участков для многодетных семей. Ситуация во многих регионах такая. Либо принцип «на тебе, Боже, что нам не гоже» положен на многодетный семей земельный участок, получите. Вот там, 10 километров от города, в болоте, дорог нету, электричества нету, ничего нету. Пожалуйста, мы норму выполняем закона. Вот вам участок. Есть другая ситуация. И участок в нормальных условиях, и дороги там есть, электричество есть. Но многодетной семьи ни копейки, ни денег, чтобы на этом участке что-то построить. И они не могут ничего воспользоваться. И в этой связи предложение наше следующее. Чтобы семья многодетно выбирала либо земельный участок, либо денежная компенсация в размере кадастровой стоимости такого земельного участка. Потому что многим сейчас бы просто эти деньги очень бы даже помогли. И еще одна тема, о которой не могу не сказать. И я подготовил свой депутатский запрос в адрес председателя правительства. Речь идет о последствиях той самой злосчастной оптимизации здравоохранения. Когда младший медицинский персонал нянечек и младших сестер перевели из штата медицинских работников в простые уборщики, уборщицы и так далее. И сегодня они вместе с врачами на переднем плане борьбы с коронавирусом, они не то что никаких доплат не получают. Они даже минимальную зарплату как медицинский работник не получают. Мы считаем это несправедливым. И для начала, прежде чем вносить ту или иную законодательную инициативу, я хочу обратиться, как я уже сказал, специальным обращением в адрес председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина. Считает ли он справедливым такое положение дел? Коллеги, спасибо.